3 июля миллионы цветов люди возложили к мемориалам, памятникам, братским могилам воинов-освободителей по всей Беларуси, как символ того, что никто из тех, кто внес свой вклад в защиту нашей страны, не было никогда, не будет забыт. Праздничное утро в областном центре началось с торжественного возложения цветов на площади Свободы, где установлен памятник освобождения в честь 47 воинских частей и соединений, освобождавших Брест от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года. Дата это и, наверное, понимание того, что такое День независимости. Это, конечно же, героическое прошлое наше, которое мы должны сохранить. Это созидательный труд наших людей в послевоенное время и сегодняшнего дня. И самое главное, чтобы мы смогли сохранить этот мир, который завоеван нашими отцами и дедами, для того, чтобы передать нашим детям. Передать для того, чтобы они понимали цену того ужаса, который коснулся нашей земли. И брещание это, как никто, наверное, ощутили, потому что белорусский народ, наверное, больше всего пострадал в этой войне. И тот геноцид, который сегодня расследует Генеральная прокуратура против белорусского народа, и те зверства, которые были, наверное, дают нам уверенность в том, что, общаясь с нашими ветеранами, что мы можем многое. И самое главное – сохранить и быть достойными нашей земли. Цветы и венки к памятнику воинам-освободителям Бреста возложили представители городской вертикали власти – депутаты, дипломаты, молодежь. В стройных рядах и ветераны – люди, которые знают о войне не понаслышке. И потому, наверное, во сто крат больше ценят каждый прожитый мирный день. Праздник 3 июля – это праздник всенародный, не только для Белоруссии. Для Белоруссии это двойной праздник – это освобождение Белоруссии и независимость Белоруссии. Ну, я скажу то, что я фактически еще в детстве захватил немножко войны. И помню элементы войны. Для Белоруссии освобождение – это, конечно, независимость, гордость, что народ Белоруссии стал независимым. И в настоящее время, в такой сложной обстановке, мы сохраняем спокойствие. 3 июля – поистине самый важный праздник для нашей страны, это символ нашей государственной свободы. И для молодежи особенно важен этот день, ведь именно 3 июля когда-то наши прадеды и деды освобождали нашу страну от немецко-фашистских захватчиков. И нам особенно важно сейчас нести эту память о той победе великой, сохранять ее, и самое главное – передавать подрастающим поколениям ценность мирного неба над головой. Продолжились официальные мероприятия на священной земле Брестской крепости. Здесь, на площади церемониалов, жители и гости областного центра собираются в честь самых важных и значимых дат. Возложение венков, минута молчания, оружейные залпы – это воинские почести солдатам, не вернувшимся с полей сражения. Священный ритуал – напоминание мирным жителям о том, что завоеванная победа далась дорогой ценой. А значит, наш долг – сохранять мир как в стране, так и в сердцах, и смотреть в будущее с оптимизмом. Все эти мероприятия, которые проводятся по увековечению памяти, в Великой Победе, они проводятся всюду. В каждом районе, в каждом уголке нашей любимой Родины проводятся сегодняшний день митинги, проводятся возложения. Это говорит о том, что мы помним. Мы помним о тем годах, и мы никогда не допустим повторения того страшного лихолетия, которое было 80 лет назад. Совсем недавно мы дали очередной старт нашему международному проекту «Поезд памяти», который в этом году уже приобрел более широкий размах. Безусловно, наша главная святыня, на земле которой мы сейчас находимся, Брестская крепость-герой, также получает развитие. В этом году за счет бюджета союзного государства направляются средства на восстановление этого мемориала. Белорусы помнят и чтят свою историю, но вместе с тем думают о будущем. Нам есть чем гордиться сегодня – в промышленности, культуре, спорте. И такое стремление сделать свою страну сильнее и краше – лучшая форма благодарности от наследников поколения победителей. Сегодня знаменательный день. Наши отцы и деды завоевали свободу и независимость нашего государства. Наша задача – сохранить суверенитет и сделать все, чтобы невозможен был поворот в прошлое. В правде и в единстве наша сила. Поэтому только вместе мы победим. Самым завораживающим моментом по окончанию мероприятия стало прохождение торжественным маршем войск Брестского гарнизона. Это было не просто масштабно, это было достойно, красиво, трогательно. Крылатая пехота покрыла себя неувидаемой славой на полях сражений Великой Отечественной войны. Ключевой точкой торжественных мероприятий стала молитва за мир, которая прошла в Свято-Николаевском гарнизонном соборе. Ведь каждый человек в любом уголке мира при возникновении трудностей и невзгод обращается к Богу с молитвой. Каждый стремится жить в мире и согласии на своей родной земле, расти детей, будь уверенным в будущем. А потому православные верующие пришли в храм, чтобы поблагодарить Бога за дар жизни и помолиться за мир и людей, которые добыли нам его ценой своей жизни. Господи, упокой души усопших, рад Твоим, всех в годы Великой Отечественной войны, за Отечество и народ на жизнь свою повоживших, пленениях умученных, от тяжких гран, голода и лишений скончавшихся. Здесь окрас погребенный, в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдь уже отбежи болезнь и печаль, и воздыхание, всякое согрешение, содеянное ими словом, или делом, или помышлением. Яку благи, человека любец Бог, прости, Христе Боже наш, и Тебе славу высылай, субизначальным Твоим Отцем, и присвятыми благи, и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно, и вовеки, и Бог. Анастасия Мелешкиевич, Эдуард Букунович, Юрий Лимантович, Новости Бреста.